Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 августа, день заготовок у меня. Я уже вам рассказала, так как сильно многие просили, особенно Марина, уже три раза мне писала, ей всё обещала показать. Сегодня показала, как я делаю томаты десертные дольками. Потом показала, как я делаю томаты десертные пикантные, которые на основе классического рецепта. Если десертные сладкие, то эти у вас будут солёные. Рассказала, что такое классический рецепт, что на основе его почти все остальные, что в классике только перец, гвоздика, лавровый лист, соль, сахар и уксус, ничего остального. Что если там чеснок, или укроп, или перец острый, это уже другие. Называются рецепты они или острые, или пикантные, или ещё что-то. Сейчас хочу вернуться к десертному варианту. То есть, я рассказала про помидоры десертные дольками, но их можно готовить не только дольками, но и цельноплодные. В первом видео я уже упоминала о том, что вот эти все оранжевые, которые сладкие-сладкие, потом вот эти красные трюфель, грушевидные, дюшес, они все очень сладкие, и для них идеально подходит десертный рецепт. Для тех, кто первое видео, может быть, не смотрела, я сейчас покажу книгу, с которой я взяла много-много лет назад этот рецепт. Но вот для этих, для десертных, цельноплодных, я его изменила, и в чём, я сейчас вам расскажу. Вот основа лежит, это всё вот эти вот десертные помидоры. Опять я говорю, что я читать не буду, вам если нужно будет, ой-ой-ой, вам если нужно будет, вы остановите видео и прочитаете весь рецепт. Обращу ваше внимание, что здесь сахара намного больше, чем соли, поэтому они будут сладкие. И вот здесь рецепт, он для закуски, то есть тут растительное масло, тут лук, это уже готовый салат, зимний такой, и тут рассчитана на одну литровую банку вся дозировка. Ну так как банки бывают же не только литровые, можно сделать 0,7-0,8, и тогда рецепт надо менять, я всё уже высчитала. Вот. И можно просто делать на литр воды. Вот у меня расчёт на литр воды. Ой, извините. На литр воды мы берём 2 чайные ложки соли и 6 чайных ложек сахара. 1 чайную ложку уксусной эссенции. Всё это кипятим. Ну так же в этот рассол и перец, лавровый лист добавляем. Ой. Только мы не ложим сюда, не кладём ни масла, ни лук. Это получается обыкновенная консервация, не салат. Ой, поперхнулась чем-то, не могу. Рецепт изменённый. На основе вот этого же десертного, но томаты получаются совсем другие. Если там у нас дольками получается салат, как закуска, то это вот просто будут сладкие консервированные томаты. Советую тоже попробовать. Тоже очень вкусные, особенно вот эти вот, которые небольшие. Очень сладкие оранжевые, жёлтые сосулечки. Идеально подойдут. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это я вас ознакомила с рецептом десертных томатов, но не дольками, а именно целых плодов. Все.